Продолжение следует... 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 а давно ли вы с фреей женаты да помогу конечно хорошо вы выглядите как личный человек, который любит то, что это означает я хочу дать фрея что-то особое для ее 10 года вместе ее мама всегда была бриллиантная сапфира подарок от ее отца, она всегда носила ее когда мы были дети, ее родители были убиты ее мама могла убить ее, потому что бандиты ее не было а герой дала фрея ее, и она оставила ее однако, бандиты должны понять, что она получила потому что они встали в несколько дней назад и отстали ее Это все, что Фрея осталась от ее родственников, и это никогда не восстанавливается. Я хочу дать Фрея какие-то мемористи, и сделать реплика от этого шарфа. Это не будет настоящего, но я думаю, что это будет значительно значить ее. Ренгар из Амбер Крик способен создавать такие хорошие вещи. Однако, он будет нужна очень особенная гем для этого. Я хочу, чтобы вы идти в Гримрот Градо и восстанавливаете прайс-сапфир, а затем вывезти ее к Ренгару. Он может восстанавливать шарфа, и я могу восстанавливать Фрея. Трикотая часть, что Гримрот Градо считается защищенной командой из-за сломанного корабля, который уже сошел. Они все равно ходят в ковре, но они не живут в нем, если вы понимаете, что я имею в виду. Если вы все это делаете и мне дай мне шарф, я буду всегда в твоей смерти. Градо находится в гостине, в далеко в север. Мне бы в Град сходить. Давайте сегодня порадуем Фрею, жену этого парня. А то бороться с живыми, это конечно круто, но иногда хочется уже и отдохнуть от оживших пандюканов. Ну почему оживших? Просто от живых. Я думаю сейчас довольно известное высказывание, что не стоит бояться мертвых, а надо бояться живых, будет опровергнуто. Я даже боюсь представить, насколько будут круче призраки, чем обычные бандиты. Вы же помните последнюю серию, когда я буквально таки пятками сверкал, улепетывая от этих ребят, и пытался выйти на выгодную для себя позицию и дальше справиться с ними поодиночку. У меня, можно сказать, это вышло. Ого, Крамик, ну ты крут! Вопрос на миллион, Краб? Хотел сказать, ты и от этого увернешься? Мертвый. Офигеть. Уму непостижимо, когда вот такие вот, по сути обычные крабы, уворачиваются от моих стрел. Это по-настоящему, начинаешь думать, что какой-то краб умнее тебя. Паркур прям. Или матрица. Ха-ха. Каждый краб думает, что он Нео. Блин, какой крутой вид на эту крепость. Кстати, а что это за место? Где-то оно здесь стоит, да? Вот углу. В действительности, это место в свою бытность имело очень, очень, можно так сказать, темную историю бесконечных войн. И то, что сейчас может новые войны назреть, может привести к тому, что все повторится. Вы находите? Длин, это похоже та рыбацкая деревня, в которой жили люди рыбаките. Я просто осмотрюсь. Вот так. Дотянулся одной лапкой. Хорошо. Здесь явно тоже что-то не так. Сами видите, да? Есть какой-то странный люк. Все равно не пугай меня. Хотя, я и ожидал, что она появится, поэтому не особо даже дернулся. Да. Рыбаки были с яйцами. Я бы, зная то, что бывает в гробницах нордов древних, не в жизнь бы не построил рядом с такой гробницей свое поселение. Да еще бы спокойно там рыбку пытался ловить. Ага, три раза. Как говорится. Не гуди лихо, пока оно тихо. То есть пока пираты сидят себе тихо, и норды, лучше их не трогать. Ну ладно, как бы то ни было, надо не сбиться с пути. Надо же сделать активным данное задание, чтобы точно не пройти мимо. А то мгновение назад я чуть не ушел в другом направлении. Тирана. Блин, опять ты пропала. Я просто думаю, уже что-то нехорошее здесь можно встретить. Это вызывающий туман. Мгновение назад его уже не было. Случаем нести на Кингапарина читал сахар. Блин, как красиво. Прямо водопад пегасов из героев третьих. Опять пещера. Я лично под землей предостаточно времени провела. Но если хочешь туда, я с тобой. Слушай, Сиран, ты по-любому туда со мной, я туда один не пойду. Ни за какие коврижки. Это... Не знаю, что должно там лежать, чтобы я сам туда пошел. Цирки интересно. Водись, мне не придется нырять. Смех смехом, но я до жути боюсь воды. Тебе что-нибудь нужно? Жди здесь. О, тебе захотелось побыть в одиночестве. Хорошо. Нет. Мне не хочется быть в одиночестве. Просто, Сиран, тут такая ситуация некрасивая, что ты можешь мне испортить всю игру, так скажем. Готов. Давайте стрелок, кстати, сменим все-таки. Неожиданно меня начала давить жаба. Насчет того, что я трачу более крутые стрелы здесь. Такими темпами у меня скоро вообще боеприпасов высокого уровня не останется. А это... Смерти подобно будет схватки с людьми. А этим и таких хватает. В принципе... Так, вдруг ты не встанешь? Спи. А пираты неплохо устроились. Тут как минимум целый этот... Паучи док у него был. Согласитесь. Вот это пещера, так пещера. Тут не один десяток... Можно лодочек обычных спрятать. И, конечно же, мне надо вон к этому кораблю. Хорошо. Пока все идет... Очень хорошо, я бы так сказал. Прямо. Железом не нужно. Очень крутая пещера. Если бы не вот эти вот скелеты, я бы сюда просто на экскурсию ходил. Так. Просто потому что... Круто просто сделано настолько. Словно бы... Взяли пещеру из... Солитюда. Там тоже рядом есть порт. И как раз некоторая часть кораблей и грудов хранится вот в таком же гроте примерно. Возможно, так оно на самом деле и было. Я не могу прям точно это утверждать. Только предполагать. Так, вот это заберем. Кстати, а где обвал, собственно, произошел? Пока что я наблюдаю. Только спокойно таки себе живущий грот. Ну и за исключением парочки. Друаграф. М-да. Повнимательнее сейчас будем. Надо будет по-любому справиться сначала с этими жившими мертвецами. Потому что иначе в воде пропадает скрытность. И я могу легко попасть. Под раздачу. Ну ничего себе. Парень. Ну-ка, постой. Парень. Идем дальше. Парень. Смотрите, там еще слово. Дракония. Успокойство души. И избавимся от последнего и там уже дальше пойдем. Да. Кребаные дроги. так куда я попадаю есть вот где эти стрелы вот скажите где мои стрелы тебя насквозь должен был прострелить более много стоит но что-то мне не хочется его брать пока что-то здесь не так я не думаю что этот чистый забывало все эти ребята здесь умерли по крайней мере выход был и я не вижу ни одной причине почему бы все эти ребята просто так взяли и умер хоть трижды они сидели на этих кораблях всех сразу бы не убил и одно судно полностью не затонула а мужик я фигею а вы это видели да без комментариев конечно говорится только фейсфалм причем такой что словами вам не передать какого они вообще так решили этого друг агро положить но это конечно драконий жрец был жалко кстати что на нем маски не было он как тот дракон рожденный что когда-то сразил мирок а помните на соус теме в свое время самой последней серии мы с вами ходили с историком в новую гробницу которая открылась после землетрясения и впоследствии когда мы исследовали и дошли до конца оказалось что у ней покоится один из дракон рожденных бившийся с мироком и победивший его драконы за это ему пожаловали быструю смерть почетную офигенно вещи тогда говорил вам что это куром на смех служишь а тебя фигаки прибери благодарность так сказать так ну ладно я тут смотрю выйти отсюда просто так не получится надо повнимательнее быть скелеты как хамелеоны когда стоят на месте и не двигаются создают впечатление что они просто часть интерьера и ты можешь их пропустить если внимательно мне будешь поэтому говорим меньше работаем больше не хочется также пропустить какие-нибудь ништячки потому что потом будешь кусать локти особенно когда из вас кто-нибудь дорогие подписчики что-то находит интересное и потом говорит вот от этого это пропустил ли тут то не забрал и думаешь ядрить мою налево как я мог ведь сам действительно пересматривая вижу что было у меня буквально таки перед глазами а я прохожу мимо как ни в чем не бывало а ну ладно в этом собственно я весь и есть зачастую то глаза с и такое вижу что другие даже не замечают и наоборот пошли я готова в любой момент молодец сегодня мы порадуем этого парня и его жену хоть что-то будет светлое из последнего нашего приключения то после нее две три серии у нас одни убийства до всякие события которые связаны со смертью то тут караван то-то ферма то это мамонтовая цитадель или как она там называется мне пришлось по сути перебить всех тех гадов что устроили каравана полный писец сак но не спокойненько так у нее возникает такое ощущение всегда когда я приближаюсь вот к таким местам что первый раз меня пропустили просто потому что заманивали и понижали мою бдительность и второй раз проходя через то же самое место я чувствую тревогу наверно только в этой игре такое возможно пусть это практически никогда не оправдывалось ну то есть было все тихо но все равно вот страшно просто тревогу такое ощущаешь и так словно бы когда ты защищаешь полностью всю гробницу и остаешься там один и идешь обратный просто от того что ты не один и теперь точно знаешь что если что-то вывалится это что-то необычное и потустороннее ты чувствуешь страх лишь бы этого не было ну не знаю как это еще по-другому объяснить у меня такое часто бывало в обливине там редко когда была система короткого выхода ну или по крайней мере если она была то я не особо ее помню тут skyrimi все было круто зашел в пещеру полностью прошел и уже у выхода так и а куда мне теперь отнести о воскани конечно да ну ладно ребята похоже сегодня мы не порадуем не фрею не того парня если нам чапать сюда вооружению так уж вышло что оказывается кузнец тут живет очень далеко по сути нам придется обратно вернуться в янтарный ручей практически совершить весь тот марш-бросок что мы с вами проделали только в обратную сторону это отголоски прошлых битв наших там где-то в леску валяется два трупа лучники мечник они попытались меня укокожить но естественно у них это не вышло я уж постарался принципе я верно иду предпочту несколько раз себя перепроверить чем куда-нибудь за бреду что буду кусать себе локти у нас кстати тут тоже будут бандюганы сирана и опять ее нету хотя нет он там где-то бежит да он можно сделать так сиран очка иди сюда для начала мы давайте осмотримся поставим ее здесь позади так тебе что нибудь нужно жди здесь давай скорее покончим с этим о господи прости я не это хотел сделать здесь все прости меня сирана не хочу я рисковать по тихому осмотрим данное место и может быть почистим снаружи а потом отправимся уже и дальше так 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 валим валим меня практически обнаружили вы посмотрите какое их там количество ребята олень вали отсюда и я даже проверю сейчас оружие на всякий случай не по-любому нужен полностью заряженный эбонитовый мой лук сами видите насколько здесь опасно сколько их выбралось из крепости чтоб меня найти так валим он прямо за мной ну что по нраву вам такое сирана сейчас кстати не как никогда мне помогает по сути она мой козырь который работает из засады они наверняка не ожидали этого все ох ты так спрячемся за соснан оху... стрела прошла прямо сантиметре от моей тушки всё равно бьется нет я тебя не брошу девочка я уже иду погибать так вместе нет 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 не трогайте и собаки так отступаем уходим об сирана ты сбоку там если что постарайся меня прикрыть об промазал плохо блин с трех сторон бьют прям дуэль да вы запарились на лига васом я себя конечно не ощущаю блин очень тяжело дай ядрить твою налево так давай 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 отступай дуэль у нас неплохая дуэль ты все ты последний ну все собака я тебя просто прибежу пока ты будешь вставать умри умри все рано я надеюсь ты там выжила это полный комент с обеда где-то тут еще коса к шаг точнее косак сказал да похоже у кошки просто кончились стрелы именно поэтому она и не смогла продолжить дуэль нашу но мне хорошенько надавали тиран тирана а вот она ты углу пышка ты меня напугал я не любительница солнечных ван но даже они лучше чем это да не говори весело было еще то ладно собственно давайте следующий раз мы продолжим исследовать данное место надеюсь вам понравилась эта серия у нас неплохой бой вышел а также мы добыли с вами сапфир который нужен для ожерелья фреи ну и конечно же просто хорошенько провели время и вам и мне думаю это понравилось серия благодарю вас всех за просмотр делитесь данным видео если оно вам понравилось ставьте пальцы вверх до скорых встреч всем пока